МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами я, Анна Бережная. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Уберечь от опасности. В День защиты детей напоминаем об угрозах, которые окружают ребенка в современном мире. У меня папа умеет, и мой дедушка умеет. А у меня мама есть и бабушка. Парусник Кайомару впервые зашел во Владивосток. О том, как Владивосток встретил учебное парусное судно Кайомару, расскажу вам я, Дмитрий Беломестнов. Причина инфарктов, инсультов, потери зрения. Почему так важно следить за артериальным давлением? Сегодняшние тонометры, ну, а точнее, сфигмоманометры, как они правильно называются, меньше похожи на большие агрегаты или насосы, а больше на электронные приборы, более-менее портативные. Сейчас мы воспользуемся одним из них прямо на рабочем месте. Также в выпуске перевозчики-нарушители Владивостока заплатят штрафы. И еще расскажем. Радуга талантов. Финал конкурса от Радио Лемма состоялся во Владивостоке. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. 1 июня – Международный день защиты детей. Главная цель праздника – рассказать о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются дети, и напомнить о том, насколько важно защищать их права. По традиции, во Владивостоке в этот день проходят различные мероприятия для маленьких горожан. 1 июня стартует программа «Лето просвещения-2018». Юные жители города смогут заняться изготовлением различных поделок, будут играть, слушать чтение книг вслух, смотреть мультфильмы, участвовать в творческих студиях. Мальчишки и девчонки попробуют себя в таких профессиях, как артисты, журналисты, экологи и художники. Веселые игровые программы, творческие мастерские, игротеки и многое другое подготовили и библиотеки Владивостока в рамках празднования Дня защиты детей. Посетить эти мероприятия приглашают и маленьких, и взрослых. С программой событий можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы Владивостока. День защиты детей – это не только праздничные мероприятия, но и повод напомнить родителям про опасности, которые окружают ребенка в современном мире. Одна из таких, например, открытые окна. Согласно статистике, в России от падения из открытых окон ежегодно погибают около 600 детей. Травма после падения с высоты занимает сегодня второе место среди причин травматизма детей. Тему продолжит моя коллега Светлана Садовая. Семья Сверидовых с тремя детьми живет на 23-м этаже. Для трехлетнего Савелия в доме нет никаких преград. На всех окнах стоят замки, которые их блокируют. Стоит такая защита копейки от 100 рублей на специализированных сайтах. И только она и ваша бдительность могут уберечь ребенка от падения. Стандартные окна. Все дети, взрослые, знают, что ребенок дома нельзя открывать на полное окно. Но все равно ребятенок лазит везде. И работали у нас как-то сотрудники управляющей компании, делали трубы. И по незнанию, ну хотя, в принципе, я предупредила заранее, что окна открывать нельзя, но забыли ребята, окно открыли. А малой, тут как тут, сразу же на стол, и возле окна он быстренько у нас оказывается. Поскольку я не слежу, естественно, за работниками, я не видела сразу, что окно открыто. Я просто захожу, открыто окно, нет ребенка. Испугалась жутко. Стала его искать по всей квартире, а он спрятался за шторкой. Лето – сезон падений из окон. Сильная жара заставляет родителей быть беспечными. Окна нараспашку. Москитная сетка – жалкая преграда. Она не выдержит веса самого маленького ребенка. Специалисты еще раз призывают – будьте внимательны к своим детям. Не оставлять детей без присмотра, даже на минимальный срок. Если ребенок 5-6-7 лет боится оставаться один дома, ни в коем случае его не оставлять одного, потому что ребенок, боясь, опасаясь, он может выглядывать в окно либо с балкона, и, соответственно, может случиться несчастье. Ребенок может выпасть. Лето – также сезон побегов из дома. Только в прошлом году во Владивостоке сотрудники транспортной полиции задержали шестерых подростков, которые приехали в город у моря за романтикой и на поиски приключений. География побегов широка – от Москвы до Южно-Сахалинска. Летят самолетами, добираются автостопом, ночуют в подъездах, голодают, но бегут. Причин на самом деле очень много. Это и тяга к неизвестному, к познанию чего-то нового. Это и, может быть, побег от какой-то проблемы, может быть, от родительской ссоры, от… даже получив плохую оценку в школе и боязнь какого-то наказания, получения домашнего, дети уходят из дома, а потом боятся вернуться, потому что могут их опять наказать. В реабилитационном центре «Парус надежды» историю каждого ребёнка можно слушать со слезами на глазах. Часто они здесь не поодиночке, целыми семьями с братьями и сёстрами, ждут, когда исправятся, улучшат квартирный вопрос или перестанут пить родители. Каждый нуждается в особом подходе и внимании специалистов. У каждого за плечами жизненный опыт, которому мало позавидуешь. Неполные семьи, пьющие родители, побои и побеги. У меня папа умер, и мой дедушка умер. А у меня мама есть и бабушка. А ты пойдёшь в первый класс в этом классе? Да, просто я… Маме математики у меня двойки. У тебя по математике двойки? Да. А почему? Потому что я не высыпаюсь. Ты не высыпаешься? Да! А почему ты не высыпаешься? Потому что музыки я всегда смотрю. Тот факт, что большинство детей здесь фактически брошены, родители не занимались их воспитанием, отразился и на физическом, и на психическом развитии ребят. Эти проблемы приходится корректировать специалистам. С психологической запущенностью работают психолог, логопед, дефектолог. Что можно сказать по речевому развитию? Конечно, не у всех, скажем так, сформирована речь до конца. Как бы хотелось. Вот поэтому сейчас мы работаем с ними по программе на пороге к школе. Низкий словарный запас слов, не сформированы коммуникативные навыки, дети не умеют строить диалог, не могут пересказать элементарный стишок, чистоговорку повторить. Опасности на железной дороге подстерегают детей постоянно. Однако летние каникулы – особенно опасный период. В прошлом году, 10 июня, трагедия на путях унесла жизнь четверых детей. Пятеро ребят гуляли по переезду в районе посёлка Новый. Четверых раздавило грузовым поездом. Пятый подросток, девочка, чудом осталась жива. Оказалось, дети не услышали приближающийся сзади поезд, так как в этот момент мимо шёл другой состав, шум от которого заглушил предупредительные сигналы машиниста. На самом деле летняя пора, она как бы подразумевает, что все граждане проводят больше времени на свежем воздухе, в том числе несовершеннолетние, молодые люди, взрослые. И, соответственно, куда-то надо свою энергию девать. И всегда тянется, люди тянутся всегда к тому, что запрещено. Но это, как правило, железные дороги. О родительском долге некоторые разведённые родители не вспоминают годами и не платят алименты. Между тем, такие невыплаты могут стать причиной лишения родительских прав. В 2017 году более тысячи нерадивых родителей перестали быть ими по решению суда. Цифра стабильная. За последние несколько лет она не растёт. Но, как отмечают специалисты, нет и тенденции к снижению. Совсем скоро состоится открытие купального сезона. Специалисты призывают родителей быть бдительными во время отдыха с детьми, не распивать на пляже спиртные напитки и соблюдать элементарные правила безопасности на воде. Счастливое детство всегда в руках заботливых и внимательных мам и пап. И, как бы банально это ни звучало, забывать о возможной опасности никогда не стоит. Светлана Садовая. Новости на Восьмом. Против точечной застройки во Владивостоке высказался Виталий Веркиенко. Глава города рассказал, что благодаря изменениям, внесённым в градостроительный кодекс Российской Федерации, ни один застройщик не сможет теперь получить разрешение на стройку без проекта планировки территории. Мэр подчеркнул, развитие строительной отрасли в городском округе безусловно приветствуется, но застройка однозначно не должна быть точечной. От каждого нового застройщика будут требовать строгое соблюдение нормативов парковочных мест, процента озеленения и других параметров. При этом строительство теперь возможно только при наличии проекта планировки территории, который содержит расчёты по социальной и инженерной инфраструктуре. По словам Виталия Веркиенко, благоустройство города – задача номер один. И с каждым годом Владивосток становится красивее и уютнее. Опыт обновления городской среды и инфраструктуры столицы Приморья отметил и президент России в своём послании Федеральному собранию. Более 800 тысяч рублей за различные нарушения заплатят автотранспортные предприятия, занятые в сфере автобусных перевозок. Штрафы на такую сумму с начала года выписали перевозчикам-нарушителям Владивостока. Ненадлежащее санитарное состояние автобуса, ранний уход с маршрута, недовыпуск автобусов на маршрут, а также факты курения водителей на рабочем месте и стоянка дольше двух минут на остановках. Сумма штрафов за такие нарушения составляет от 5 до 8 тысяч рублей. Все деньги поступают в городской бюджет. Среди нарушителей – компании «Раннер», «Полюсавто», «Кослар», «ДВ-транссети», «Скорость», «Самокат», «Примавтобизнес». По итогам мая эти компании будут вынуждены оплатить 132 тысячи рублей. Уведомление о необходимости такой оплаты уже направлен руководителям. Проверки работы общественного транспорта проводят сотрудники управления транспорта администрации города. Для этого они организуют рейды на маршруты, изучают данные системы ГЛОНАСС, а также реагируют на обращения граждан. Если пассажир стал свидетелем одного из нарушений в работе общественного транспорта, следует зафиксировать время, место, маршрут и госномер автобуса, а также по возможности сфотографировать водителя-нарушителя. Затем необходимо позвонить в управление транспорта администрации города. Тем временем автобусные экспресс-маршруты могут появиться во Владивостоке. Этот вопрос обсудили на годовом отчете главы города. Виталий Веркиенко поднял вопрос о перспективах развития во Владивостоке общественного транспорта. В апреле 2019 года завершается действие трехлетнего контракта с коммерческими перевозчиками. Мы до этого времени серьезно пересмотрим маршрутную сеть города, в том числе по просьбе студентов в ДВФУ, планируем ввести экспрессы. На наш взгляд, во Владивостоке есть маршруты для этого. В управлении транспорта администрации города пояснили, и, скорее всего, шаттлы будут работать на маршруте в ГОЭС ДВФУ или изумруд ДВФУ, делая всего несколько остановок. Таким образом, время, за которое можно будет добраться до острова, намного сократится. Этот же вопрос накануне рассмотрели участники рабочей группы, в составе которой вошли студенты ДВФУ, специалисты управления транспорта и руководители автотранспортных предприятий. Решение о создании такой группы было принято после многочисленных обращений студентов к руководству города, в которых они просят устранить недостатки в работе автобусов. В управлении транспорта инициативу студентов приветствуют и готовы внести корректировки в работу автобусов. Следующая встреча со студентами пройдет 20 июня. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Симптомы меропредосторожности и факторы риска. Чем грозит гипертония? Японский учебный парусник Кай Ямару впервые зашел во Владивосток. Тогда цветет лотос. Сборник авторских сказок и иллюстраций к нему презентовали ко дню защиты детей в Приморской картинной галерее. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНАС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНАС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНАС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Симптомы, меры предосторожности и факторы риска. Чем грозит гипертония? Японский учебный парусник Кайямару впервые зашел во Владивосток, когда цветет лотос. Сборник авторских сказок и иллюстраций к нему презентовали ко дню защиты детей в Приморской картинной галерее. 1 июня для жителей Владивостока не только день защиты детей. Большинство горожан помнят, ровно два года назад случилось непредвиденное задержание экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. Подробности далее. 1 июня для жителей Приморской столицы теперь не только день защиты детей. Ровно два года, как случилось, никем не предвиденное и по-прежнему спорное задержание экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. К слову, в тот день было запланировано не только множество праздничных мероприятий, но и важных для развития инфраструктуры и городской общественности событий. Так в день ареста открылся новый современный стадион. Так или иначе, спустя два года можно сказать точно, задержание до сих пор вызывает шок у владивостокцев. И многие по-прежнему уверены, что с этой нелепой ситуацией разберутся, и справедливость восторжествует. Впрочем, Игорь Сергеевич продолжает поддерживать, пусть и виртуальную, но крепкую связь со всеми, кому не безразличен Владивосток. 1 июня 2016 года все было именно так, идеальное начало лета. Но не для меня. И можно было бы сейчас написать, что обыски и допросы 1 июня 2016 года казались всего лишь очередной проверкой, что все это мы проходили и просто ждали завершения работы следователей и продолжения своей. Но нет. Было очевидно с самого начала. Все не так. Впервые жестко ворвались в дом. Ночью. Впервые вовлекли в процесс жену и сыновей. Моих братьев и их семьи. Моих коллег, друзей и их семьи. Но и присутствие следователя Габдулина, которого, можно сказать, вся страна знала по расследованию дела о беспорядках на Болотной площади, способствовало необычности момента, пишет Игорь Пушкарев в своем аккаунте Инстаграма. Кроме регулярных публикаций, предложений по развитию Владивостока, ответов на вопросы читателей аккаунтов, оценки ситуации на расстоянии, экс-мэр к двухлетию задержания представил в социальных сетях фильм. В нем приводят новые детали резонансного ареста, а после и уголовного дела. На видео имеются улики, прямо указывающие на спланированный характер процесса, на его противоречие существующему законодательству. Вывод. Происшедшее добавило положительных черт и без того сильному характеру Игоря Пушкарева. Евгений Черемухин. Новости на восьмом. Летом погода во Владивостоке переменчива. Все чаще в больницы и поликлиники города в это время года обращаются сердечники и гипертоники. Повышенное давление недуг, о котором некоторые даже не подозревают. А тем временем, утверждают специалисты, диагностика важнее всего. Подробнее о том, что лучше – тонометр или фитнес-браслет, и какое давление можно считать нормальным. В следующем материале. Современный темп жизни оставляет нам совсем немного времени на самих себя и еще меньше на собственное здоровье. Поддерживать его в хорошей форме для многих становится невыполнимой задачей. Но нам в помощь приходит диагностика. Ей под силу спасти жизнь. Один из распространенных факторов риска сегодня – повышенное артериальное давление или гипертония. Оказывается, распознать ее не так просто. Около 50, наверное, процентов людей, которые даже не знают, что у них артериальное давление повышенное, что они вообще страдают артериальной гипертонией. К сожалению, она действительно долгое время может не проявляться никаким образом. И человек не будет знать, он просто при каком-то случайном обследовании медицинского вдруг и у него обнаруживают повышенные цифры артериального давления. Вывод один. Следует хотя бы изредка доузнавать показатели своего АД. К слову, дебютантом в измерении кровяного давления стал ученый Стефан Хейлс. В 1773 году он первым в истории измерил его у лошади. С тех пор конструкция медицинского прибора неоднократно менялась, порой напоминая не то насос, не то прибор из машинного отделения. В наши дни некоторым достаточно носить с собой фитнес-браслет, соединенный со смартфоном. Гаджет периодически уведомляет человека, выводя на экран нужные цифры. Впрочем, надежность таких измерений оставляет желать лучшего. Поэтому специалисты рекомендуют, так сказать, вернуться к истокам. Сегодняшние тонометры, ну а точнее сфигмоманометры, как они правильно называются, меньше похожи на большие агрегаты или насосы, а больше на электронные приборы, более-менее портативные. Сейчас мы воспользуемся одним из них прямо на рабочем месте. Мобильность – главное преимущество такого устройства. Лишь бы были батарейки. Правильно закрепив сфигмоманометр на руке, нажимаем на кнопку и ждем результата. К слову, медики, проводя обследование пациента на стационаре, также используют подобные тонометры. Иногда настраивая их так, чтобы они сами измеряли давление пациента через разные промежутки времени. Эксперты не устают повторять, что самодиагностика в вопросах гипертонии очень важна. Ведь болезнь действительно опасна и ведет к массе осложнений. Она может как самостоятельным заболеванием проявляться, так и являться фактором риска многих других проблем. Это заболевание почек, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, инсульта, инфаркта. Стоит помнить, что даже регулярное обследование самым лучшим тонометром не заменяет кардиологического обследования специалистам. Поэтому при любых отклонениях от нормы, особенно если это сопровождается плохим самочувствием и дискомфортом, следует не мешкать с визитом к доктору. Напомним, что в норме артериальное давление взрослого человека 135 на 80 миллиметров ртутного столба. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Японский учебный парусник Кайямару впервые зашел во Владивосток. Четырехмачтовый барк – это учебное судно курсантов-мореходов из Японии. Парусник пришвартовался к причалу морского вокзала в 9 часов утра. После состоялась торжественная встреча моряков. На ней побывал и мой коллега Дмитрий Беломеснов. В переводе с японского «Кайо» означает «Нептун», а «Мару» – это «Море». Четырехмачтовый барк в длину более 100 метров и в ширину почти 14. Парусное вооружение судна «Кайямару» состоит из 36 больших парусов. Дружественный визит этого судна организован в рамках мероприятий «Года Японии» в России. Также визит запомнится редким событием – одновременной стоянкой у морского вокзала, японского судна и российского парусника «Надежда». Все время море связывало Россию и Японию. И поэтому заход этого судна – это символ наших таких отношений. Судно встречали курсанты Морского технологического колледжа МГУ имени адмирала Невельского. После исполнения гимнов России и Японии духовым оркестром МГУ гостей поприветствовали представители руководства края, генконсул Японии во Владивостоке и ректор МГУ имени Невельского. В ответном слове капитан судна Кумадокиминабу поблагодарил жителей и гостей Владивостока за добрый прием. Мы будем активно общаться с вами, с курсантами, и надеемся, что благодаря этому общению нам удастся укрепить дружественные отношения между нашими народами. Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков сказал, что этот визит поможет расширить гуманитарные связи между нашими регионами. Кроме того, парусник Каямару будет представлять Японию на большой парусной регате, которая пройдет во Владивостоке в дни проведения 4-го Восточного экономического форума. По сути, это репетиция за ход этого парусного судна перед большой парусной регатой, которая пройдет у нас в сентябре. Для нас это очень важное событие, и, как вы знаете, было принято решение о том, что, возможно, такая регата будет проходить регулярно. Для нашего города, который делает один из основных акцентов на развитие туристской отрасли, проведение таких мероприятий, безусловно, является очень важным. Для гостей выступили творческие коллективы столицы Приморья. Особенно сильное впечатление произвел отряд барабанщиц Дальрыб в Туза. А русские народные пляски исполнялись под громкие аплодисменты японских практикантов. Были и подарки, а затем курсанты могли пообщаться в неформальной обстановке. Я первый раз во Владивостоке. Очень красиво здесь, и погода хорошая. Встрече очень понравилось. Я являюсь курсантом парусника уже год, но нахожусь на нем не весь год. А месяц, потом два, потом шесть. Учиться новому всегда хорошо. Впервые в России. Владивосток очень красивый. Красивый вид открывается. Нас так тепло встретили, очень понравился прием. Я в общей сложности три года на борту обучаюсь. Не тяжело. Я наравне с мужчинами пытаюсь учиться, работать. В общем, не сложно. Каямару принадлежит японскому агентству по обучению морскому делу и подготовке моряков. Экипаж состоит из 58 человек. Для курсантов на паруснике предусмотрено 105 мест. Интересный факт. Парусник может полностью управляться механикой. Всю оснастку меняют нажатием кнопок. Япония еще раз проявила себя высокотехнологичной страной. Покинет Владивосток Каямару в воскресенье 3 июня в 11 часов утра. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Когда цветет лотос. Презентация сборника авторских сказок и иллюстраций к нему состоялась в выставочном зале Приморской картинной галереи. Идею проекта к Международному дню защиты детей придумали и воплотили меценаты Василий Левченко и Вера Ломоносова. Подробности в следующем материале. Мастерство этой книжной иллюстрации восхищает людей всех возрастов, а малышам помогает полюбить книги. Отношение художника к иллюстрированию детских книжек должно быть особое, искреннее и непосредственное. Более 30 уникальных работ создала художник из Хабаровска Юлия Мышко. Специально к современным сказкам русскоязычных авторов, которые собрал в себе сборник «Когда цветет лотос». Неинтересно брать в руки книжку, если она не иллюстрированная. Если это сделал один автор, то, соответственно, что она разработана в легенной стилистике, что картины узнаваемые, и они разные, они абсолютно разные в каждой сказке. Идея создания сборника, да и самого социально-благотворительного проекта принадлежит Василию Левченко и Вере Ломоносовой. Они же выступили в роли авторов-составителей, лично отобрав лучшие современные сказки, предназначенные для аудитории 6+. Все мы воспитаны на сказках, все мы свои знания о патриотизме, о любви к родине, о любви к маме, об отношении к близким. Все это мы берем с вами из сказок, из самых первых сказок, которые читаем не сами, а которые слышим от наших бабушек и родителей. Все книги при поддержке Департамента культуры Краевой администрации будут безвозмездно переданы в детские социальные учреждения. И библиотечную систему. Мы любим дарить подарки больше, чем их получать. Поэтому мы сделали красивую книгу, собрали современных авторов, чтобы это было интересно, нашим современным детям. И подарили эту книгу. У маленьких посетителей выставки в честь Международного дня защиты детей есть возможность получить сборник сказок «Когда цветет лотос» в подарок. Каждый ребенок возрастом от 5 до 14 лет получит книгу в обмен на билет. Сама экспозиция продлится до 3 июня. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Финал конкурса «Радуга талантов» от «Радио Лемма» состоялся во Владивостоке. За победу в таких номинациях, как «Художественное чтение», «Танец» и «Вокал» боролись более 30 детей от 5 до 15 лет. Большинство участников выбрали категорию «Вокал». Гала-концерт продолжался несколько часов. Кто победил в ежегодном конкурсе талантов, мы расскажем в следующем выпуске новостей в понедельник. А сейчас предлагаем еще раз взглянуть на юных участников. Как проходил отборочный этап «Радуги талантов» в следующем материале. На прослушивание собралось достаточно много людей. Мы видим, что пришли дети вместе со своими родителями. Дети волнуются, родители, естественно, их успокаивают. Для многих это впервые. Давайте послушаем, что они говорят и поют. Что ты будешь сегодня исполнять? Я сегодня буду исполнять «Маленький кораблик». Ты вместе с мамой репетировала? Да, не знаю. Спеть, станцевать, продекламировать стихотворения для маленьких артистов несложно, но волнительно. Кто из них лучший, покажет отбор. Он в этом году серьезный. На прослушивание пришло более 70 ребят. А встану, прекрасно. Все хорошо, все хорошо. «Радуга талантов» – конкурс детского творчества, который уже несколько лет подряд проводит радиостанция «Лемма». Заявки принимались в нескольких номинациях – художественное чтение, певческое искусство, танец. И, как показала практика, чтецов ничуть не меньше, чем певцов. Вожжи с ринга просто удалили. Сказали непородный, простой. Сказали, что ходить он не умеет, что хейлер из хозяйки никакой. Что судья понятия не имеет, представлен пёс породы был какой. Стихотворения про животных и на военную тему были особенно популярны. Понятно, что ребята выбирали то, что им ближе всего, или то, что они уже учили к другим праздникам. Например, ко Дню Победы. А вот танцевальные и вокальные номера сопровождала современная поп-музыка. Я буду сегодня танцевать зажигательное самбо. Долго его готовила? С кем готовила? Я готовила со Светланой Анатольевной. Это такая студия? Да, это студия. Она очень хорошая. Я там танцую, и мы много зажигательное учим. Мы два года назад участвовали в этом проекте. Нам очень понравилось. И мы решили также тут побывать, поучаствовать. Я буду исполнять под гитару, то есть петь и исполнять под гитару, песню Radio Active группы Match and Dragons. Перед жюри стояла непростая задача. Все дети сумели проявить свои таланты, оказались голосистами и артистичными. Но выбор сделать всё же пришлось. Я являюсь преподавателем по вокалу. Я оцениваю не только вокал, но ещё и артистизм. Потому что очень часто бывает голос не очень вдающийся, но артист ведёт себя на сцене просто великолепно. Зажигает публику, привлекает к себе внимание. Поэтому мы оцениваем не только вокал, но, естественно, и артистизм. А ребята все молодцы, потому что даже подать заявку и прийти на отбор – это уже, на мой взгляд, достаточно серьёзное дело и большой подвиг. Своё решение жюри озвучат через пару дней. А концерт, вышедших в финал конкурсантов, состоится 1 июня, в День защиты детей. Тогда и станут известны имена победителей. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. От творчества к спорту. Детская велогонка Кубок Олимпа состоится 2 июня в сквере Суханово. Она пройдёт в формате кросс-кантри-элиминатор – динамичные гонки по короткому кругу на выбывание. В ней будут состязаться юные спортсмены на велосипедах и беговелах в возрасте от 3 до 12 лет. Участие бесплатное, но необходимо подать предварительную заявку. Круг длиною около 500 метров проложат по дорожкам сквера. Участникам нужно будет пройти квалификацию – индивидуальный заезд на один круг, по результатам которой будут сформированы заезды по 4 спортсмена в своих возрастных категориях. По итогам каждого заезда в следующий круг будут проходить первых 2 гонщика. Судить юных спортсменов будут представители Федерации велоспорта и триатлона Владивостока. Регистрация участников начнется в 10 часов утра. И о других спортивных событиях. Кубок Владивостока по художественной гимнастике собрал около сотни участниц. Соревнования стали подведением итогов учебного года. Память известного тренера Ильи Петрука почтили юные боксеры Приморья. Традиционный турнир свел на ринге бойцов возрасте 10-12 лет. Подробнее об этом Максим Яковлев. Кубок города по художественной гимнастике стартовал во Владивостоке. Крупные соревнования приурочены ко Дню защиты детей, а также к завершению учебного года. Свои номера на ковре показывают около сотни участниц. Этот турнир для гимнасток особо важен еще и потому, что он переходной. А значит, по результатам выступлений можно получить новый разряд. Моя группа детки выступает по программе первого и второго юношеских разрядов. Мы готовились целый год, готовили программу с предметом упражнений, без предмета. Но вот к концу года мы ее усилили, выучили более сложные элементы. Надеюсь, что все хорошо выступят и не будет расстроившихся. После выступлений спортсменки практически сразу получают свои заслуженные награды. Кубок города, который продлится до 3 июня, станет последним испытанием в этом сезоне. Затем впереди девушек будут ждать летние сборы. Боксерский турнир, посвященный памяти тренера Ильи Петрука, прошел во Владивостоке. Ежегодные соревнования традиционно собирают на ринге более 100 спортсменов со всего Приморья в возрасте 10-12 лет. Как отмечают специалисты, именно в этом возрасте в парнях легче всего воспитать интерес к спорту, что позволяет в дальнейшем вырастить из них настоящих профессионалов. 24 категории, весовые категории. То есть от маленьких 28 минимум. Это мальчишки, ну совсем маленькие. И посмотрите, как они дерутся. И слезы на глазах, и сколько воли в победе. Это все равно наше будущее. Мы должны больше внимания, конечно, уделять. Интересно, что эти соревнования продолжают традиции, заложенные Петруком. Илья Данилович, как один из основателей бокса в крае, всегда проводил два турнира для школьников. Один в Новый год, а другой символично в честь Дня защиты детей. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Уберечь от опасности в День защиты детей напоминаем об угрозах, которые окружают ребенка в современном мире. Парусник Кайямару впервые зашел во Владивосток. Причина инфарктов, инсультов, потери зрения. Почему так важно следить за артериальным давлением? Более 800 тысяч рублей за различные нарушения заплатят автотранспортные предприятия, занятые в сфере автобусных перевозок. Когда цветет лотос, сборник авторских сказок и иллюстрации к нему презентовали ко Дню защиты детей в Приморской картинной галерее. Детская велогонка Кубака Вимпа состоится 2 июня в сквере Суханово. На сегодня это все есть, что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное, Владивосток. Владивосток встречает лето. Этот сезон в нашем городе имеет характер переменчивый. Будем надеяться, что солнечных дней в нем будет больше, чем дождливых. Но в любом случае не стоит забывать. У природы нет плохой погоды, а наш морской город прекрасен в любое время года. Предлагаем еще раз убедиться в этом. Прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на 8. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...